Здравствуйте! Это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Анатолий Никитин. В этом году во всех учебных заведениях Татарстана появятся органы детского самоуправления. Совет первых. О том, что это и для чего, поговорим сегодня в выпуске. Вы можете присоединиться к разговору по телефону прямого эфира 511-99-66 или по бесплатному номеру для регионов 8 800-532-55. Если возникнут вопросы по ходу программы, звоните, задавайте. А сейчас я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это помощник Раиса Республики Татарстан, руководитель регионального отделения движения первых в Татарстане Тимур Сулейманов. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, совет первых. Вот я посмотрел, примерно полистал, что это, и увидел, что стартовали выборы в эти органы. Но это я понял, но не совсем понял, что это все-таки за органы будут и чем отличается от того, что, ну, от самого движения первых. То есть совет первых. Что это такое и для чего? Это и есть движение первых. Движение первых в школе или в колледже, техникуме. Это команда ребят, которым интересно движение. Как правило, ну, вот сейчас то, что мы видим, это те ребята, которые летом участвовали в наших проектах, в профильных сменах, в лагерях, познакомились. Они почувствовали, что это им близко, и они хотят сделать так, чтобы у них в школе появилась их команда движения первых, вместе с которой уже в клубном формате, там, научный клуб, туристский клуб, экологический клуб, участвовать в деятельности движения первых. И ее разворачивать на базе своей школы. Мы понимаем, что ребят, которым интересно движение первых, потенциально их очень много, потому что это движение не про активистов, не про олимпиадников или стубальников ЕГЭ. Это любой ребенок, который хочет заниматься чем-то интересным в группе, в команде, по одному из 12 направлений движения первых, он должен иметь возможность там участвовать. Это не про ивент-агентство, это не про мероприятие, а это про текущую клубную деятельность. Соответственно, но с чего-то должно начинаться все. Вот все это начинается с формирования клуба движения и команды, которые называются раз движение первых, то, собственно, там вот команда, которая советуясь все делать сообща, называется совет первых. Вот первый этап сейчас у нас это формируются ребята, заинтересованные быть в этом клубе движения, в этом совете первых, как органе управления движения первых на местах. Затем из них те, кто чувствуют силы и хотят быть лидерами вот этих команд, они выдвигаются, они рассказывают о своем видении, как в школе должно развиваться движение, участвуют в дебатах, затем проходят голосование и выбирают в эту четверть до каникул все школы, которые захотят к этому присоединиться. Они, соответственно, сформируют команду совет первых и определят своего лидера. То есть, соответственно, это и есть движение первых на местах. То есть это не такой вот совсем кружок по интересам, а, как я озвучил в начале программы, это орган детского самоуправления. То есть не просто собрались, обсудили что и как, но и какие-то решения будут принимать, если не ошибся. Да, но вместе с тем одно другому не противоречит. В чем идея детского органа самоуправления, что ребята сами придумывают о том, какие хотят события, чтобы у них происходили, затем сами их организуют, ну, безусловно, при поддержке наставников, там, педагогов-организаторов, но инициатива на их стороне. И затем ответственно их реализуют. И, естественно, собственноручно приготовленное блюдо, оно совсем другое на вкус. Вот эта идея формировать ответственность за происходящее вокруг тебя, начиная со школьной скамьи, и закладывается в идею детского органа самоуправления, совет первых. Но просто так чем-то заниматься мы все разные, подростки так совсем разные. Это невозможно, должно быть все-таки вокруг интересов происходит это группирование. 12 направлений, там, образование и знания, наука и технологии, труд, профессия, свое дело, добровольчество, спорт, ЗОЖ, даже международные отношения и дипломатия. Вот кто к чему тяготеет, соответственно, вот в этом направлении, в формате уже клубов, будет организовывать деятельность. А мы будем помогать. Потому что в каждом районе формируется районный совет первых из детей, и уже вот нас, тех, кто чуть старше, в роли наставников, которые выступают. То есть районный совет первых, но и в каждом учебном заведении свой, или вот над несколькими учебными заведениями какое-то подразделение, как структура будет? Структура такая. В каждой школе, в каждом колледже совет первых учебного заведения, затем тот, кто возглавляет его там, входит в совет первых на уровне муниципального образования и общереспубликанский. Но более того, на федеральном уровне тоже есть такая структура самоуправления, поскольку наше движение, оно не региональное, оно общероссийское. И это, я бы сказал так, детско-взрослая организация. Потому что дети вместе со взрослыми, взрослые не вместо детей, а вместе с детьми реализуют всю эту программу. — Какие полномочия будут у совета? То есть, какого рода инициативы они могут выдвигать? Это творческие, организационные? Могут какие-то по учебному процессу какие-то предложения вносить в школе? — Ну, все-таки по учебному процессу в большей степени инициативы вносят школьные ученические самоуправления, шусы. Они есть, они по закону образования обязательно должны быть, поэтому это больше их прерогатива. А здесь то, что касается деятельности. Например, выступить с инициативой, вместе сходить в поход. И поскольку у каждого совета первых есть, ну, так называемый наставник или старший наставник из числа, педагогов, либо зауч, они вместе рассматривают и определяются, как его организовать. Ну, например, они хотят принять участие в неком районном мероприятии, интеллектуальном турнире, квиз. Они принимают решение, давайте соберем команду, команду формируют, готовятся самостоятельно и затем через две недели подготовки участвуют в этом мероприятии. Или добровольческие акции, связанные с помощью, не знаю, в преддверии Дня Великой Победы. Это помощью, например, ветеранам Великой Отечественной войны, помощь на приусаденном участке им, например. Сейчас будет День Учителя, я уверен, что много будет инициатив у ребят, связанных с тем, чтобы что-то приготовить, организовать для учителей. То есть задача – это брать инициативу и ответственность в свои руки. И на самом деле, если говорить про вот такое воспитывающее и развивающее пространство, сегодня вот только через личное участие можно, мне кажется, формировать вот эту вот среду, которая тебя развивает. Ты в это время и с собой знакомишься, выбрал направление, попробовал себя в чем-то, не понравилось, другое, определился. Это профориентационная задача. Второе – это друзья, но невозможно подружиться, если ты что-то не делаешь сообща. Третье – это, конечно, наставники. Я думаю, что и педагоги нас, мы сейчас это ощущаем, поддержат. Это всегда интересно, когда есть ученики, которые с огоньком в глазах участвуют в твоей деятельности. Поэтому, естественно, мы понимаем, что в международном клубе, наверное, будет это интересно для учителя английского языка этим заниматься. Ну и так далее. Ну это вот такие инициативы тут творческие, организационные. А какие-то бытовые вопросы, ну, допустим, захотят они на какой-то перемене, чтобы музыкальная пауза была в коридоре, поставить элементарно какой-то диван, вот не хватает. Вот с такими вопросами они тоже смогут выходить? Конечно, все эти вопросы тоже они могут обсуждать, которые будут отражаться на их повседневности. Речь не о мероприятиях, речь все-таки о той деятельности, которую они могут реализовывать. В каждой школе появится центр детских инициатив. Это их штаб, где они могут собираться, придумывать. То есть понимаем, что ядром этой команды будут, ну, больше средние и старшие классы. А вот начальные классы будут, глядя на этих ребят, соответственно, тоже хотеть вступить в движение первых, чтобы дальше участвовать активно в жизни своей школы. Средние и старшие классы. То есть это вот как раз ученики этих классов могут выдвигаться, можно сказать, так баллотироваться. Но мы же сказали, что выборы проходят. Да, все верно. То есть какой возрастной ценз и какие требования к кандидатам? Пятый, одиннадцатый класс. Требования – это большое желание. Желание, мы надеемся, будут разделять ценности движения первых, потому что все-таки совет первых – это команда движения первых на местах. А это ценности, они общечеловеческие, но важно, чтобы ребенок их через себя пропустил. Это жизнь и достоинства, это любовь к родине, это дружба, это взаимное уважение, это патриотизм и историческая память, это мечта. То есть те, которые у каждого человека должны быть. И миссию разделять, соответственно, это как бы базовые. И следующий шаг – это твое желание. Поэтому обратиться к куратору движения первых у тебя в школе, сказать, что ты хочешь принять участие в деятельности совета первых. Поэтому мы двери открываем для всех. Там нет у нас какого-то требования, скажем, к среднему баллу по итогам прошлого года. Ну вот хотел, да, уточнить. Допустим, ну плохие оценки, допустим, троечки, четверочки у человека. Но инициативный, активный, много идей, хочет помогать, хочет развиваться. Но вот с оценками не так. Могут ему вот на каком-то уровне сказать, ну нет, нам картинку не порть, у нас тут все отличники. Нет, ни в коем случае. Движение первых – это не движение отличников, активистов, победителей Олимпиад или суперспортсменов. Это движение для любого ребенка, который к нему тянется, который заинтересован чем-то в команде интересным заниматься. Движение открытое для всех. Но сейчас главное, как говорится, чтобы не было перегибов на местах, когда, допустим, учитель для какой-то картинки вдруг инициативу проявит. Ну, бывает такое, что, хотя мы знаем, что должны брать всех, если инициативный, но вот будем надеяться, что так действительно будет. Вот только что было совещание у нас в Министерстве образования и науки, я оттуда приехал. Мы проводили большое совещание со всеми районами, вместе с министром, сельско-гараевичем. Чтобы понимали, эта работа неформальная. Мы не требуем отчеты. У нас нет каких-то количественных показателей. Не нагонять. Ни в коем случае. Вот здесь это сразу уже погубит на старте всю идею, потому что дети чувствуют фальшь. Если это делается для галочки, для того, чтобы какую-то картинку создать, то это не полетит. Поэтому задача лучше медленно, но действительно по желанию, добровольно. Это можно сделать только через интересный опыт личный ребенка. Вот ребенок поучаствовал, ему интересно, он хочет еще и рассказывать своему другу. Не потому что ему учитель сказал «надо», а потому что он сам попробовал и знает. Поэтому мы здесь не спешим, но стараемся и не тормозить в этом вопросе. Выезжаем в школы, встречаемся, всем рассказываем. Сегодня это только за лето 30 тысяч ребят, которые поучаствовали в наших разных событиях. Я надеюсь, что многие из них захотят продолжить участвовать в движении первых уже у себя в школе. В совете первых уже. В совете первых. Ну, кто не сможет в совете первых, нет у него пока желаний и стремлений, ничего страшного. Мы не делим проекты для тех, кто в совете первых и не в совете первых. Но инициативу в любом случае сможет предъявлять. Абсолютно. На как долго будут люди, вот они их избрали, они попали в этот совет, если он председатель этого совета первых, то какие полномочия в плане на месяц, на год? На один год. На один год. Не реже одного раза в месяц совет первых собирается, но мы думаем, что это будет чаще. Потому что действительно разных идей и инициатив много у ребят. Не факт, что они будут собираться вот всем советом первых. Скорее всего, мы так предполагаем, но жизнь покажет. Это будут встречи клубного формата, ну, регулярные. Может быть, даже несколько раз в неделю ребята увлеченные будут что-то обсуждать, придумывать. А раз в месяц в полном составе. Если не зарекомендовал себя хорошо человек, который возглавил совет первого в конкретной школе. Ну, то есть мы такой параллель проведем, что все-таки выбрали человека, но не справляются с обязанностями. До конца года дается ему возможность или вот он раньше должен? Понятно, что сейчас так далеко не спланируешь, но вот мало. Понимаете, год он очень быстро пролетает. Наверное, будут какие-то ситуации, но скорее они будут носить исключительный, наверное, характер. Поэтому где-то может быть, ну, по-разному бывает. Иногда по состоянию здоровья, иногда переезд. Разная может быть причина. Безусловно, тогда мы организуем такие внеочередные выборы в совет первых. Но вместе с тем мы достаточно здесь настроены оптимистично, потому что год пролетит быстро, и за этот год можно и дать возможность, и ошибиться человеку тоже. Потому что если не ошибаешься, ты и не развиваешься. Поэтому главное вот это желание и поддержка, конечно, ребят. Если ребята тебя поддерживают, и ты развиваешь совет первых, то однозначно ты достоин быть лидером. Если возникнет такое, понятно, что мы сейчас обозначили, что это вот такая инициативная группа будет, которая будет выдвигать инициативу. А если кто-то подумает, что это такой вот контролирующий, управляющий орган будет в школе, вот попробуй-ка я туда пробиться, чтобы власть какую-то получить. И, ну, как над другими школьниками преимущество. То есть как вот понять и отсечь? Ну, скорее всего, разочаруются, потому что это история больше про ответственность. Больше про ответственность, про инициативность. Вместе с тем движущие силы могут быть разные. Почему человек захочет совет первых? Может числа. Ну, может быть, может быть. Поэтому придя туда, попав и оказавшись, окунувшись вот в такую вот деятельность, я думаю, что это благоприятно скажется на любом ребенке, с какой бы целью он туда ни приходил. Все-таки главная здесь история – это ценности, что он разделяет их. Принцип командности. Один человек не в состоянии этим заниматься. И все, что мы делаем, мы делаем командами и поощряем команды. Безусловно, развивая каждого. Поэтому, ну, удовлетворить свое тщеславие будет сложно, потому что… Ну, так на вип-парту какую-то рассчитывал, там бонусы с оценками. Это нет. Он, конечно, получит атрибут движения первых. Но это атрибут тоже скорее про ответственность за то, чтобы дальше тиражировать ценности движения первых, быть самому примером. Вот у нас есть обещания, которые говорят ребята, которые вступают в движение первых. Причем тоже, кто вступает, это не квоты по школам. То есть те, кто сами нам пишут, мы дальше организуем на уровне района и города эту процедуру. Там такие слова. То есть называют имя, вот вас зовут Анатолий, а фамилия? Никитин. Например, я, Анатолий Никитин, разделяя ценности и миссию движения первых, обещаю быть примером для младших и опорой для старших. Обещаю расти и развиваться в стремлении к знаниям и уважении к окружающим. Обещаю бережно хранить память поколений, смело мечтать, трудиться и созидать. Во благо любимой Родины и всего общества. Очень понятные, простые слова, которые, как мне кажется, любому человеку близки должны быть. И после вот этих слов и церемонии, соответственно, участники движения первых могут получить знак движения, значок. И вот такой вот браслет мы даем, который они друг на друга уже, друг на друга надевают с символами движения. То есть чтобы эти были и атрибуты классные, и церемония приятная. И трогательная с одной стороны, с другой стороны ответственная. Потому что она завершается гимнами Российской Федерации и Республики Татарстан. Поэтому вот таких элементов много. Все это то, что сантиметр за сантиметром, оно формирует целостную среду движения первых, развивающую ребенка в духе традиционных ценностей. Ну так звучит торжественно, официально. Но мы еще раз напомним, что это все инициатива должна исходить от самого человека. Абсолютно. Никто, никого, не включая движения первых, не будет заставлять ни в коем случае говорить какие-то слова. Все собираются этим классом и вступают. Нет. Более того, для этого есть соответствующие у нас фильтры. Нет квот на школы, нет каких-то KPI, которые касаются того количества детей, которые должны быть там. 15-15, 20-20. И они направляют, ребята сами должны написать заявление о том, что они хотят в движении первых, зарегистрироваться. И потом в порядке очереди мы им сами звоним и приглашаем. И уже те ребята, которые наиболее заинтересованы, вот они вовлекаются. Вот сейчас на данный момент это порядка полутора тысяч ребят, которые прошли посвящение в движении первых. Это старшеклассники, которые в первую очередь были у нас на наших сменах, лагерях. На самом деле очень трогательное это событие, мероприятие. Завтра в Зеленодольске, кстати. В Зеленодольске и в Пестрицах будет проходить. И в Лениногорске. В трех районах будут организовывать. То есть такое турное движение? Я бы сказал, такая некая волна, которая... У нас нет какого-то единого дня, когда мы всех посвящаем. Это когда вот наступила зрелость, да, уже есть интерес достаточно высокий. Мы организуем и проводим это мероприятие. Туда можно родителей позвать, друзей, кого хочешь зовешь. Мы приглашаем администрацию района. Все проходит в... Вот я бы сказал так, одновременно и трогательно очень, так камерно, но и торжественно. Потому что звучат гимны и такие важные слова говорятся. Но это не клятва. Это обещание, которое дает человек, ну, как бы вот перед лицом своих товарищей, друзей, близких, которые касаются ценностной составляющей. Мне кажется, это простые, понятные слова, которые, ну, каждый человек, он как-то в сердцах должен быть готов произнести. Ну, у нас остается совсем немного времени. Хотел вот задать еще такой вопрос. То есть люди пошли с инициативой. Как-то вот финансово будут помогать Советам Первых со стороны республики? Мы все-таки говорили, что есть взаимодействие и на более высоком уровне. То есть вот эти инициативы уже предусмотрены, механизмы, как поддерживать их? У нас есть гранты движения Первых, поэтому, безусловно, они смогут принимать в них участие. Многие мероприятия, события, которые мы проводим, они финансируются с федерального бюджета. И там есть районные этапы, республиканские. Поэтому для Совета Первых здесь это возможность подключиться вот к этой сети интересных клубов по направлениям, которые уже проходят. Поэтому, да, финансирование есть, в том числе вот грантовое финансирование на поддержку идей непосредственно от ребят. То есть здесь как раз, вот еще раз скажем, нужна инициатива проявить себя добровольно. И потом будем надеяться, что вот эти инициативы, которые проявят, они получат поддержку и будут реализованы. Да, большое спасибо. Спасибо вам за ваши ответы. Сегодня мы говорили про детское самоуправление, про Совет Первых и про движение Первых в целом. Сегодня в гостях у нас был помощник Раиса Республики Татарстан, руководитель регионального отделения движения Первых в Татарстане Тимур Сулейманов. А вы смотрели программу «Актуальный разговор». Меня зовут Анатолий Никитин. Оставайтесь на телеканале «Татарстан-24».